Спасибо за поздравления, рады вернуться на свой родной стадион. Сегодня атмосфера хорошая, болельщики. Важно было после возвращения с Еврокубковой компании нам порадовать своих болельщиков спустя два месяца. Хорошей игрой и победой очень важно. В первом тайме было достаточно непросто. Вот такой блицкриг, скажем так, тот, который хотели осуществить, сразу активно сработать в прессинге высоком, не все получалось. Чуть-чуть не хватало нам такой дерзости, можно сказать, вдавления именно вблизи ворот соперника, когда Гомель был на мяче. Поэтому в какой-то степени такая была позиционная игра. Создали несколько эпизодов опасных. Паша Седько бил, хорошо выручил вратарь. Ну и там, наверное, Лопес, Рай Лопес на дальней штанге мог чуть-чуть более координированно сработать, чтобы попасть все-таки в пустые ворота, потому что братарь Гомеля уже был отыгран в этом эпизоде. Но не сложилось, не сложилось. Ну, не буду на личности переходить. Скажу, что в первом тайме несколько ребят выпали из игры. Хотелось бы все-таки более мотивированных ребят видеть в некоторых позициях. Это для них определенный шанс, потому что сейчас матчей будет достаточно много. И нам, каждый футболист, очень важно, чтобы он эффективно действовал и приносил пользу команде. Сделали замены в перерыве и считаю, что усилили свой атакующий потенциал после произведенных замен в перерыве. И Педро забил гол и хорошо активничал на левом фланге. Левый фланг у нас бразильский получился. Они хорошо друг друга понимают. И Педро, и Рай Лопес. Поэтому в целом хорошо сработал левый фланг во втором тайме. Игорь Школик добавил нам конструктива именно с точки зрения контроля мяча и доставки мяча вблизи ворот соперника. Закономерные голы, на мой взгляд, хорошо сработали первым взятием ворот. Мы знаем, Педро умеет исполнять эти моменты. Ну и Мельниченко, Трофим наш, юный форвард, который уже дебютировал в национальной сборной. Пользуясь случаем, мы его, конечно, в команде поздравили с этим событием знаменательным. Он, тем более, вошел в историю как самый молодой дебютант национальной сборной. Это тоже для нас очень приятно. Поэтому рады его прогрессу. Но спуску не дадим. Не дадим спуску, он знает меня, поэтому никаких вопросов. Как только он начнет снижать в себе требовательность, я ему объясню, как нужно прогрессировать и как нужно дальше двигаться вперед по своей карьере. Поэтому забил отличный гол, обыграл вратаря и в противоход покатил. 2-0 победа. Еще раз говорю, благодарен команде, ребятам. Все, кто сегодня был на футбольном поле, кто был рядом с командой. И двигаемся дальше. Сейчас у нас матчей очень много будет, поэтому следующий уже 16-го числа. Принимаем Могилевский Днепр. Я думаю, что будем использовать свой ресурс кадровый для того, чтобы распределять каким-то образом нагрузку на ребят, но при этом не терять эффективность именно в своих действиях на футбольном поле для достижения успеха. Внутри вопросы, коллеги? Пожалуйста. Очень дорогой. Вы сказали, что были недовольны какими-то игроками, как и лиц, которые вышли в поле, в Уни и... Ну, скажу так, что они в том числе, но была еще, скажем так, одна позиция, которая мне не совсем понравилась с точки зрения там не позиционных каких-то действий, а то, что медленно принимались решения. Все-таки нам надо быстрее мяч двигать и более эффективным быть именно в работе с мячом. Как-то мы так чуть-чуть в первом тайме перешли в такой режим вальяжный, то есть соперника устраивал такой темп игры, да, а мы 0-0 счет, мы играем дома, понятно, в статусе фаворита, и такое ощущение было, как будто сороковая минута, я смотрю, вместо того, чтобы добавлять, игроки в некоторых позициях играют как бы академично, то есть Гомель устраивает этот ритм игры, нас, конечно, не устраивает, поэтому пришлось сделать определенные перестановки, не перестановки, а замены по позициям для того, чтобы, еще раз повторюсь, усилить атакующий потенциал. Не стали ли вы заложником лимитных регионеров, получается, чтобы выпустить этих двух регионеров, вы применяли? Ну, я, как можно сказать, заложником, понятно, что в нашем внутреннем первенстве в чемпионате страны, плюс в кубковых баталиях наших, да, я имею в виду внутри страны, 4 легионера могут быть на футбольном поле, мы расширили наш ростер, кадровый ресурс для того, чтобы играть в Еврокубках, безусловно, в лиге конференции, да, поэтому там нету лимита, вот там легионеры все могут находиться на поле, но здесь во внутреннем нашем чемпионате, конечно, нам придется немножко, как говорится, включать тренерское мышление, умение, искусство для того, чтобы использовать потенциал всех легионеров, да, в том или ином матче. Ну, благо, я еще раз говорю, что у нас достаточно много матчей, поэтому будем находить пути решения для того, чтобы все приносили пользу. Впереди у вас очень плотный график, можно ли сказать, что вы разделите состав, скажем так, для внутреннего предприятия и для игрокубков? Нет, ни в коем случае так не будет, не будет такого, что один состав играет в чемпионате, там, во внутренних соревнованиях, а второй только исключительно в Еврокубках, нет. Конечно, нам придется производить ротацию определенную, потому что даже сейчас, вот сегодня игра, потом через 3 на 4 Днепр, Могилев, потом Витебск у нас, потом Минск мы принимаем в перенесенном матче и заканчиваем в сентябре месяц матчем с Ислащу. Поэтому все матчи 3 на 4, понятно, что одним составом в эти все 5 матчей это не видится возможным. Поэтому очень важно, я и ребятам сказал, что, ребят, эффективность и польза каждого поэтому важна для команды, поэтому работаем, держим себя в тонусе и помогаем коллективу достигать успеха.